Новый год, время исполнения желаний. В эти праздничные дни никто не должен оставаться без внимания, заботы и подарка. В благотворительном марафоне принимали участие представители власти, общественных организаций, трудовые коллективы, волонтеры и другие небезразличные люди. О том, как совершались чудеса, расскажет Анна Корольчук. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для меня очень важно поблагодарить сегодня и дать возможность, чтобы наши дети были. Дети развивались дальше. Ну и, конечно, органы власти всегда так было, есть и будет, когда мы все делаем для того, чтобы дать возможность, чтобы все дети развивались в одинаковых условиях. И особую заботу проявляем для тех детей, которые сегодня остались без попечения родителей. Поэтому мы стараемся тоже выехать все возможности органов власти, выехать к детям, поздравить, вручить подарки и создать такие хорошие семейные условия в эти праздничные дни. Гостями главной городской елки стали 500 талантливых и успешных школьников Гомеля. Новогодний утренник состоялся в городском центре культуры. Организаторы разместили здесь несколько фотозон, оформленных в стиле сказки «Снежная королева». В больших залах ГЦК расположились игровые и выставочные площадки. Затем программа утренника продолжилась в зрительном зале. Дети, которые в выходящем году добились высоких достижений в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности, получили новогодние подарки из рук председателя горосполкома Петра Кириченко. Поздравить воспитанников санаторной школы-интерната для детей с заболеваниями костно-мышечной системы в Костюковку приехал помощник президента Республики Беларусь, главный инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, заместитель председателя Гомельского областполкома Владимир Привалов и начальник управления образования Сергей Порошин. Каждому ребенку гости привезли подарки. Кроме того, учреждению передали сертификаты на обновление материально-технической базы. Благодаря этому здесь могут приобрести оборудование для столовой, интерактивную доску и спортивный инвентарь. В школе-интернате живут и учатся около 200 детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в возрасте от 9 до 15 лет. В рамках республиканской акции «Наши дети» подарки и поздравления принимали воспитанники у Луковской вспомогательной школы-интерната Гомельского района. Здесь находятся 120 детей с особенностями развития. Задача персонала – подготовить воспитанников к самостоятельной взрослой жизни. С новогодними поздравлениями школу-интернат посетили председатель Белтель радиокомпании Геннадий Давыдько и председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Подарок учреждения получило компьютерную и бытовую технику. Может, мы порой даже бывают усложняем многие вещи, а, наверное, самое важное кроется в простых вещах. Это в том, чтобы мы помогали друг другу, чтобы мы были добрее друг другу, искреннее друг другу и не проходили, если кому-то тяжело и сложно, и протягивали руку, подставляли плечо. Тогда общество станет крепче, сильнее и будет нам всем комфортнее жить. И просто будет в целом людям надежнее чувствовать, что есть в жизни всегда рядом кто-то, кто себя поможет и подставит плечо. Гостей встречали в больницах, детских домах, многодетных и приемных семьях по всей области. С подарками и поздравлениями к ним приезжали активистки Белорусского союза женщин, Красного креста, Белорусского детского фонда, Общественного объединения «Беларусь», клуба деловых женщин, Гомельской епархии и многие другие. Вместе с ними свой вклад в новогодний марафон внесли и люди в форме – представители силовых структур, прокуратуры и пограничной службы. Международные новогодние утренники в Гомеле, Речице, Калинковичах и Чечерском районе прошли при поддержке Гомельского отделения Белорусского фонда мира. Если вы еще не успели присоединиться к благотворительному марафону, то у вас есть возможность начать Новый год с доброго дела. В торговых центрах продолжают работать елки желаний. Чтобы стать Дедом Морозом и подарить радость ребенку, который действительно в ней нуждается, достаточно выбрать открытку, купить то, о чем просит малыш и передать это в администрацию торгового объекта. В преддверии Старого Нового года волонтеры передадут все подарки адресатам и, возможно, именно вы поможете кому-то маленькому поверить в большое волшебство. Анна Корольчук, Игорь Морещенко, Новости недели.